ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА То, что тебе интересно, и тогда, наверное, ты можешь считать себя свободным. Либо ты подчиняешься каким-то правилам и живешь так, как принято, как тебе навязывает общество, все эти скучные штуки. Некоторые платят ценой своих дней, ценой своих жизней. К сожалению, так у нас получается в стране. Они платят своей свободой за свою свободу. Вот интересно получается. Это компания, которая позволяет тебе быть тем, кем ты хочешь. И, соответственно, получается, что ты... До тех пор, пока ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, ты свободна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я переживаю, конечно, что со временем вот это вот наше помещение, и оно расшифруется, и, в общем, нам запретят тогда здесь репетировать. Но я не думаю, что это произойдет раньше первого спектакля, потому что, грубо говоря, пока придраться-то не к чему. Просто вот такие шумные соседи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, ребята из органов могут прийти действительно в любое время. И все наши попытки остаться незамеченными, это, конечно, все ерунда, потому что те, кому нужно знать, где мы есть, они знают, где мы есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Known as Europe's last dictator, Александр Лукасшенко has ruled the former Soviet Republic with an iron fist. The relative economic and political stability is a direct result of the callous repression of the Belarusian people. Лукасшенко's political elite and diligent bureaucrats censor the media, ban unwanted websites, and keep every critic of the regime at bay. The insidious omnipresence of the KGB creates a lethargic and anxious atmosphere. In Belarus, there is no room for artistic freedom, and groups who are not officially registered are systematically suppressed. The Belarus Free Theater is constantly aware of the threat of a police or KGB raid. Their current rehearsal space is just another temporary hideout. Уважать вас должен. А вы? Меня уважаете? Нет. От вас уважения хрен дождешься. Как гадости по камерам разносите. А не, блядь, гадости. Ни стыда, ни совести. Ни стыда, блядь, ни совести. Так, давайте пройдем. Сейчас. То, что мы сделали? Эти две сцены, да. Эти две сцены, да. Три часа лета в Лондоне, фоундамерские директоры Беларусь Фри Театр, Николай Халезин, и его мужа, Наталия Калиада, have, за последние пять лет, lived in exile. Чай, хотите? Хотите чай? Оп, нет, только не так, не так. Это ты сейчас очень небрежно. Бережно на конкретную точку ставишь. Для любой тоталитарной власти человек думающий и говорящий – это самое страшное. Последние годы в Беларуси на самом таком, в самом авангарде оказались женщины. И именно они стали героинями, то есть не мужчины. и я взял просто историю, когда 2010 года, когда были все арестованы, там, две тысячи человек в общей сложности. И в тюрьме КГБ оказалось три женщины. и мы знакомы со всеми тремя. Наталья и Наталья в Беларуси Но в У.С. имбассе, Наталья, была заседана в том, что в Беларуси фри-театр был создан в Беларуси фри-театр. И, в начале, они должны быть уничтожены. Unfortunately, Европейская Уния не решила решение о диктатуре в Беларуси за 20 лет. Это почему наш фри-театр был в Беларуси. И мы должны быть уничтожены уничтожены. Мы должны быть уничтожены на скайпе. И мы здесь, Николай, Владимир и мне, но наши актеры-театр, и мы рады их, что они продолжают существовать, и проводят пол-счайные активы в нормальной компании. РИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в течение года, на фройленные преемы, в 2010 году, клубок в Театре стоял в течение отчеты. Вяческие страницы дистанции альбомы деятельности в Беларуси и в течение дорогое было самооценено. В том, что вы не принимаете к чему-то в Новом Євнове, все необходимые клубки у нас осталось отступать. А для того, чтобы они обBYМА hogyстали. Мы не думали, что мы не вернулись в Нью-Йорке. И вся компания, один раз, уничтожила страну. Мы даже не думали, что мы не вернулись. Когда мы думали, что мы вернулись в Беларусь, это был именно тот момент, когда мы вернулись в Беларусь. Один из наших друзей нам звонили. Когда мы были в транзитии от Нью-Йорка, через Лондон, назад в Минск, они доставили в Беларусь, и мы не вернулись в Беларусь. Когда мы вернулись в Беларусь, Когда мы вернулись за руку, они из-за великолепных эмоций, он сказала, что не вернулись в Беларусь. В Тью-Йорке у нас был нескольким. В Лондон-Лондоне, Владимир Приверман, в том числе и в Нью-Йорке, и в Тью-Йорке, И due to his non-conformist activities, he was expelled from the renowned National Theater named after Yanka Kupala. Over the years, the theater's expressive performances have brought it into national recognition. Winning multiple renowned awards, Belarus Free Theater became a symbol of the fight for artistic freedom and expression. A stark contrast to the official state theater, it deals with social and political taboos of everyday Belarusian life, as well as a variety of global issues from around the world. From the beginning, it has been a thorn in the side of the Minsk regime. It stimulates something to do. When you start talking about this, you get to the end of the room. The theater is always a big deal, because you talk about what they think. They even at home, in the kitchen, fear of talking about this. You start talking with the scene. So, I think, the problem is that people, the audience, they start thinking, and they start to understand, they start to understand that you can speak. You can speak openly and talk. You can talk between and all along… you can't help 시� picking and aren't all you're that… At Belarus Free Theater's first performance ten years ago, As Apple's daughter died as well-design President Trump У нас в стране нет суицида, нет гомосексуальности, нет проблем с наркотиками, собственно, это то мнение, которое государство пытается показать телеэкранов зрителям. Но на самом деле, все же понимают, что это есть. И это то, чем занимался свободным театром. Мы просто говорили зрителям, что давайте не будем прятаться. У нас есть проблемы, давайте их решать. The KGB's crushing power is one of the biggest taboos in Belarus. Когда мы не сможем иметь детей, мы никогда не сможем иметь детей. Николай и мне, мы получили letter from our very close friend and patron of the theater, президент Ватслав Хавел. Он отправил это на 16 декабря 2010. И это было три дня до этого года. Он был в 18 декабря, который был в 18 декабря. Продолжение следует... Продолжение следует... Плюс уже позже, когда нас выгнали из нашей хатки, мы арендовали помещение, и женщина, которая давала нам, как бы это была субаренда, она сама была... Она сама арендовала, и потом сдавала нам это помещение. В общем, она потеряла весь свой бизнес. Мы знаем точно, что ей предоставляли аудиозапись происходящего. То есть кто-то из сотрудников КГБ был на нашем спектакле и вел запись на диктофон, плюс снимал все происходящее, фотографировал. В общем, они следят за тем, что мы делаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Там слишком большая цензура. А надо, чтобы ты играл просто комедии, какие-то любовные истории, чтобы люди думали, что все у нас хорошо в стране, и никаких проблем нет. То есть с одной стороны, очень хорошо, что я здесь выражаю себя, и я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься, и я люблю это дело. Но с другой стороны, я понимаю, что у меня нет вообще никаких социальных гарантий, я никак социально не защищена. То есть если вдруг вот сейчас, я не знаю, что случается, и Свободный театр прекращает свое существование, я просто вот так вот остаюсь, и у меня ничего нету. Это, наверное, не очень хорошо. Я не хочу, чтобы сейчас политика менялась. Не потому что она меня устраивает, она меня абсолютно не устраивает в каких-то моментах. Но если политика поменяется, неизвестно, во-первых, кто придет к власти. А сейчас всем очень удобно, у каждого своя ниша. Очень много... Всяких оппозиционных секторов, они себя очень комфортно чувствуют, ну, в плане комфортно. Если все будет хорошо, то тогда будет все плохо, вот в этом плане. Лучше пускай будет плохо, и мы будем стремиться к хорошему, чем когда все будет хорошо, и мы не будем знать, что делать. Баларус, я беру кофе, и слушаю, что мед обязательно возьмем. Удивительно сейчас он живет с его бабушкой. Из-за его совместительного центра, он не может найти официальный рабочий. Без этого официального имплойного имплойного статуса, он трудно найти свой дом в Минске. Без помощи от друга, он успеет найти квартиры. Удивительно, как можно было. Мне не нравится думать о том, что будет в будущем. Вот у меня есть сейчас, и меня это очень устраивает. Вот такой образ. Представляете, за шкафом стояло два 50-килограммовых мешка сахара. И меня как-то это вызывало ужас. И два ковра, я помню, лежало на шкафу. Лежали на будущее. Я как бы уже говорила, на будущее вдруг пригодятся. Всякие времена бывают. И два мешка этих сахара, которые мы там открыли. Не помню, когда. И они стояли очень долго. И мне это как-то... Мне сейчас тоже это где-то проявляется. Я могу там две банки шампуня купить вместо одной. Короче, я не люблю планировать мою жизнь. Вот есть сейчас, и сейчас, и хорошо. А завтра, завтра будет завтра. И завтра я подумаю о том, что будет завтра. И давай тут летим. Продолжение следует... ...he was fired and told he had brought shame upon his country. It doesn't mean that he would do something. It doesn't mean that he would like it or not. It's a very different category. Now, Professor Kalyada is one of the Belarus Free Theatre's main teachers. In a country that is still dominated by neighbouring Russia, he had fought for years for the reintroduction of the Belarusian language. Translating many works, he is a traditionalist who is now involved in the subversive dynamics of the company. And that's why they are also interesting. That's why they are not unusual. And that's why they are attracted to the attention. Why? Because a person is engaged in such situations, Кали у нас на вачах отбывается такое, что саправды сердце крывянець. Над этим не задуматься, от этого видовища быть спокойным, быть обыяковым. Мы пошли вперед и дошли до Министерства Господа. Где-то здесь? Белоруссия. Варсуа is home to many exiled Белоруссians. Most of the Free Theatre's young artists have never experienced a prolonged KGB imprisonment, so the eyewitness testimonies are crucial for them to grasp their roles. One of the protagonists in Time of Women is the journalist Natalia Ratzina. She hosts the dissident news portal Charter97.org and suffered immensely from the KGB's persecution. She was the one who brought Vaclav Havel's letter into the KGB prison. Женщины, когда задержали 19 декабря. Женщины, которые были виноваты, не были виноваты, а это уже официальное обвинение. 29 декабря они мне его сделали. А какие-нибудь интересные, может быть, яркие истории с его? Ой, все такое было интересное. Интересное для меня. Самое страшное, чем он сильнее всего тебя раз… Ну, если ты говоришь, полностью у меня как раз таки… Окончательно он меня там… Просто вывел из себя это тогда, когда… Ну, в смысле, не вывел из себя там… В буквальном смысле, а то, что вот… Я поняла, что это сволочь конченная. Я очень сильно на него разозлилась. То есть это когда вот… Вот он мне тогда сказал, что… Я веду себя как отмороженная, не даю показаний, которые нужны, не клевещу там на Санникова, там с Бондаренко и это. Поэтому я получу не меньше пяти лет, и я вам гарантирую, что вы не будете иметь детей, когда выйдете. Эта сука знала, что я уже не пью воду, и мне болят придатки. И то есть это… Там на самом деле могло кончиться тем, что я действительно детей не могла иметь. Если вот точно описать… Я прошу прощения, это я понимаю… Такая трепетная тема. Но если вот… Как именно ты отреагировала? Ты стала на эти слова кричать или… Нет, я как раз таки расплакалась и сказала, что… Нет. Говорит, я… Я просто сказала, что я не смогу жить с этим, потом, когда выйду. А потом не забываю, у меня же одноклассник еще был начальником управления КГБ в Кобрине, с которым я сидела за одной партой. Во втором классе, правда. Это улучшило твою ситуацию? Нет, абсолютно. 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 ТОМАЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Например, с Украиной. Я думаю, что все остальные ждут, что будет следующий, следующий. Это как сайлент перед сверху. Субтитры создавал DimaTorzok. В Лондоне, в Лондоне, everyone gathers at the temporary home of Natalia and Nikolai, which has been given to them by friends of the family. Нет, нет, рыба не мясо. Ты сначала узнаешь с чем, а потом отказывайся. Ты же вчера говорила, что с мясом. С кем мясом? Я говорила, солянка рыба, шесть видов рыбы. Шесть видов рыбы. Шесть видов рыбы? Абсолютно. Ну ты знаешь, вы лив и лад. Молодец. Но ты молодец. Это очень важно понять. Мы театр. И это поиск сюжета, современного сюжета, и поиск, кто такой современный человек на самом деле. Это достаточно беспощадный процесс. Когда мы сами себя честно сканируем и честно отвечаем, что на самом деле нас беспокоит, а что по большому счету нет, как бы это ужасно звучало, тогда мы хотя бы начинаем понимать себя, и свое место, и вообще что такое реальность. Это философский вопрос. Ты сам. Ты сам. Белорус Free Theatre has produced its new play at the Academy of Music and Theatre Arts at Falmouth University and London's Albany Theatre in cooperation with guest actors from the UK. Price of Money is a critical examination on the subject of money. It was developed over the course of five weeks in England. Five performances are planned, one of which will be streamed live online for Minsk audiences. Two minutes before we start the show, so we'll run. Today we're going to discuss a very interesting event in the market. Gaps in the price charts. The reason for the occurrence of these gaps For this particular piece, Vladimir Sherban and all the actors have extensively researched the financial world. The first Greek comedy by Aristophanes about Pluto, the god of money, who has been struck with blindness, provides the framework around five scenes that deal with five possibilities for making money. The actors' personal experiences are also part of the staging. I never thought so much in my life and never thought so much about the money as living in London. The money is an exciting topic. They are everywhere, everything is filled with them and they don't see them anywhere. They don't see them. That's why, I think, it's very difficult to answer this question. The only thing I can say is that they still don't see them. I said a steak! Medium rare with some chips and some mushy peas. So, add your attention. Who wants a competition where the main price is a year's tax-free income? Okay? Yes, everyone line up there, part from you too who stand in the centre and spin that rope. Okay? Any mistakes, then you are eliminated. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стартфон, судьба, судьба, судьба. Адрес! Сложно сравнить с той диктатурой, потому что при этой диктатуре денег мы можем сидеть и обсуждать, что здесь диктатура денег, и мы даже можем получить грант на то, чтобы сделать спектакль про диктатуру денег. Так что это... Валимир. Владимир has developed price of money, like all shows by Belarus Free Theater, in collaboration with the actors. Everyone contributes personally motivated etudes to the development phase. This examination of one's own self and life is a basic requirement for each actor's artistic work. The theater becomes something existential. It is an approach that would never be allowed in the official Belarusian theaters. Нет, 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 стоп. Не сажайте меня в клетку, вы не торописты. У тебя так все легко, сейчас получается. А это значит, что пустой. После академии я попал, несмотря на свой юный возраст, в лучшие, как бы, имперские, национальные театры Миньянки и Купалы. Это предел, значит, карьеры для любого молодого специалиста. Ну и, конечно, меня беспокоило то, что происходит за стенами театра. У меня просто стала интересная жизнь. И я пытался сначала в структуре государственного театра, значит, пытался ставить современную драматургию, драматургию, которая хоть как-то касалась бы белорусской реальности. Я понимал, что есть риск, конечно, и потерять рабочее место и все такое, но тот азарт, и то удовольствие, и та, как бы, степень свободы, которую ты получаешь от создания спектакля, который действительно соответствует тому, что у тебя в голове, он перекрыл здравый смысл. И мне даже удалось показать один раз, после чего случился жуткий скандал на уровне Министерства Культуры. Я был вызван директору, который посмотрел на меня добрым взглядом и сказал, ну зачем ты наложил кучу говна в нашем театре? The Belarusians conclude their guest performance in London with a solidarity party. It provides one final moment for celebration before the group splits up again. They are left with encouraging video messages by famous supporters of their freedom movement back home. Three assembly in Georgia, Europe. One, seven, seven, eight. This, wait, 30 seconds, so, guys. Это то, что появляется у тебя, возвращаясь на родину, как только ты спускаешься с трапа, как только ты спускаешься на землю, и ты видишь милицию, которая стоит, и уже тебя в чем-то подозревает. И, в общем, ощущение прессинга присутствует. То есть ты еще пока ничего не сделал, но ты уже виноват. Ты постоянно себя спрашиваешь, не надоело ли тебе это, борьба с витринами-мельницами? А не проще ли было бы уехать и где-нибудь начать все с нуля? Но ты потом отвечаешь же сам себе, что, во-первых, ты же никому не нужен и там тоже. Во-вторых, а почему я должна уезжать? Если мне здесь не нравится, то нужно сделать так, чтобы мне здесь нравилось, и изменить ситуацию, уехать — это, как бы, самый последний, наверное, способ. Минск. 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 Время, когда он вернулся в Минск, элабористые стадения не могут быть возможными. Все должно быть импровизировано, включая костюмы и пробы. И все равно, никто не знает, если они смогут выступать здесь. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Мы подготовили для вас сегодня модный показ. Отличный рот бордовенький. Костюм-слизничок белорусский. Злестит. Галстук бордовый. Рубашечка черного. Смотришь и сразу тянет вбивать. Наста-положанка. Вся в черном, кроме носков. Носки с бордовым стайл. Белорусский стайл, фэшн. Галстук бордовый. Галстук бордовый. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не какой он фиксалис палки. Галстук бордовый. Давай, давай, давай. Вот такая компания у Россо. Ха-ха-ха. Какой-то приличный. Нет. Ха-ха-ха. Ты просто не видишь этот прекрасный отлив. Встречный. Быстро забыли они про тебя. Про Радину пишут, про Халиб пишут, а про тебя забыли. Только у тебя нет такого человека. Да, политика дела такой, сегодня на коне, завтра под шпонкой. Он не очень плохой. Он просто работает на его работе. Он делает его работе. И... Иногда я чувствую себя с ним. Я не думал, что это, но иногда я хочу его抱иться и сказать, «О, мой Бог, у тебя такое хорреблое жизнь». Да. И я. Давайте подождем немного, там наш сусед в холодильнике. Я. 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 Займаюся со студыцами. Глядишь, из этого набора можно один-два человечки трапить в театр. А театр свободный будет жить. Дякуючи тому, что некие кропельки житевой силы этому театру дал и я. Наталья continues to step into the political limelight, but now to talk about freedoms in her adopted country and other countries of the world. Recently, holding a speech at the UN about artistic freedoms in Belarus and other countries that face all forms of censorship, she has won over members of the British Parliament to host a discussion at the House of Commons concerning artistic freedom in the UK. It will be the first ever public debate on freedom of expression in terms of artistic freedoms, but not in Belarus, but in the UK, what is very exciting for us. Is it possible for us to leave this side? Yeah. Thank you. Have a good day. Thank you. The founder of the Belarusian underground theatre company hosting a discussion in the speaker's apartment of the House of Commons. Raising awareness on the issue of censorship is also something new to the British. Influential British theatre director and longtime friend of the family, Michael Attenborough, CBE, is also present, along with many other political and cultural celebrities. Recently in England, there have been several cases of cultural self-censorship. This is one of the main discussion topics. It is natural that artists provokes the painful zones of any society. It's the artist's function. At the same time, it's a natural reaction of any group protect itself. Under a dictatorship, it is always done consciously. Often, in democracies, it happens unconsciously. Michael Attenborough is trustee of Belarus Free Theatre's board. Hosting a workshop in Minsk, he travelled there not only to inspire, but also be inspired. We're very prone to a very cosy existence in this country. We take a lot of things for granted. And my trip to Minsk in Belarus was incredibly instructive. I learnt a huge amount. I think, actually, that's one of the functions of theatre, is that you hope that the person that goes into the theatre will be a different person for the person who comes out. And one of the great meanings, the great functions of Belarus Free Theatre, is they take us through experiences which most of the time we don't know about. But they do it in a theatrical way. They don't do it in a didactic teaching way. They do it in a human, interactive, dramatic way. In Minsk, it's the premiere of Time of Women, directed by Nikolai and co-written with Natalia. The performance was announced on a very short notice. Production assistant Vika takes bookings right up to the last minute. As always, tensions are high for the premiere. But today, everyone is particularly nervous. It's the 19th of December and the five-year anniversary of the violent crackdown after the 2010 presidential elections. shouting in the evening. The phone, it's not, there's no light. это никто не сломает новости. Если будет, ну, реально, что у нас есть хвост, останься, не веди их сюда, хорошо? Я выйду, я вас найду, я встречу, и тогда мы разберемся на подходе. Ты же паспорт у меня взял, а что ты? Опять мыли на паспорт? Так, все, тихо. Ты же не в Москве. Тихо. Все, удачи. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, поэтому приятного просмотра, если это можно назвать просмотром, по-моему, это такое абсолютное присутствие вашего теста. Time of women is set during Christmas, one year after the Minsk protests. Still incarcerated, the three women look back on their imprisonment and interrogation by the KGB. It's a reflection on their perverse humiliation and brave resistance. Ответ на два вопроса я тебя отпущу. На два вопроса. Че письмо? От кого? От Зайникова? Че письмо? Тебе че? Не отдайте сказать! Сядь. Говори. Это письмо Вацлава Габбела. Его мои друзья 19 декабря на площади с трибуны озвучивали. Вацлава Габбела. Письмо. Как оно к тебе попало? Всегда со мной. Что значит всегда со мной было? Когда арестовали, оно уже в кармане у меня было. И что, ни мои, ни меты его не нашли? Нашли при оформлении, но я сказала, пусть бумажку эту оставили. Отставьте, блядь. Не имели права не оставлять. Бардак был. Было. Теперь думаешь, наступил? Порядок? Пиши объяснительно. Ну ты же понимаешь, что это режимный объект. Не могут тут документы по коридорам ходить. Малява по тюрьме КГБ ходит. Я у вас хотела спросить, почему вы по тюрьму КГБ американкой называете? У меня просто в камере интернета не было, я не погуглила. ПОЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПОЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПОЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ПОЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Hope in reflection. The women who did not want to give up their fight against the tyrannical government became a symbol for the work of Belarus Free Theatre. It stands for the courage and the expressive freedom that is enabled through art and artistic expression and which no system, regardless of its oppressive power, can ever take away. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok